Вы смотрите урок по Joomla 4. Меня зовут Федор Васильев. Тема урока – варианты загрузки файла пакета. О чем идет речь? Если вы в админской части Joomla перейдете в систему расширения, то здесь есть несколько вкладок, о которых я хочу поговорить. В прошлом видео я рассказал, что такое расширение, как они делятся, где нужно скачивать данное расширение, где можно скачивать и где нужно. Я думаю, это будет продолжение к прошлому видео, как установить на Joomla то расширение, которое вам необходимо. В этом уроке посмотрим, как установить стороннее расширение, плагин на Joomla. И рассмотрим все эти расширения, потому что есть вариант. Загрузить файл пакета, перетащить файл с компьютера сюда. Плагин в формате zip, если вы скачали его. Сейчас рассмотрим. Дальше будет установка из каталога, чтобы вы понимали, что это такое и в каких случаях подойдет этот вариант установки. И установка из URL. Установка из JET мы с вами прошли в прошлом видео. В репозиторе для Joomla 4 я нашел бесплатный плагин, полезный плагин для установки на сайте информации о куки. Здесь смотрите, если вы найдете какой-то плагин тоже, который вас заинтересует, нажимаем Download на странице репозитория. И, как правило, либо сразу будет возможность скачать, возникнет окно, где вы сможете скачать архив данного расширения. Или разработчик предлагает со своего сайта скачать. То есть вот прямая ссылка на данное расширение разработчик дает. И вот ссылка скачать. Регистрации здесь разработчик не требует. Я просто могу нажать, появляется окно. То есть нажать на кнопку Download, скачать. Где я могу вот этот плагин в zip архиве скачать сначала на компьютер, а потом я установлю его на свой сайт. Выбираю папку на компьютере, нажимаю сохранить. То есть первый этап, да? Не совсем удобный, но дальше смотрите видео. Я покажу, какие есть варианты еще. В админке сайта вы переходите на загрузку файл. И смотрим вот в эту область. Либо мы нажимаем на кнопку и выбираем папку, где у нас располагается данный плагин. Либо я могу мышкой с папки перенести плагин в эту область, отпустить мышь и установка произойдет. То есть автоматическая установка. Обратите внимание, у меня написано максимальный размер допустимого размера 64 мегабайта. Вот как раз здесь может быть ситуация. Это зависит от хостинга. Это выставляется в PHP и не на хостинге, в настройках PHP. У вас может здесь стоять 2 мегабайта всего. То есть это надо разрешить на хостинге. Иначе вы вот этим методом, вас просто не допустит загрузить какой-то компонент большой, который будет весить больше 2 мегабайт. Плагин, скорее всего, весит мало. Всего 54 килобайта. Поэтому он в любом случае вот этим методом может загрузиться, установиться к вам на сайт. То есть вот этот метод один из самых распространенных. Смотрите, я просто перетаскиваю скаченный архив плагин. Ожидаем. И нам нужно увидеть установка пакета успешно завершена. Если у вас будут какие-то другие предупреждения или установка не удалась, то плагин не установился. Ищите проблему. То есть в чем это может быть? Скорее всего, придется задавать вопрос разработчику. Почему плагин не установился, если вы будете какой-то другой вариант, другой плагин устанавливать? Итак, плагин установился. Это первый вариант. Самый простой по сути, но не совсем удобный, потому что приходится качать сначала на компьютер данный плагин, потом к себе на сайт. Следующий вариант подойдет для тех, у кого, например, здесь будет стоять 2 мегабайта ограничения загрузки, и вам будет лень, или вы не захотите разбираться, чтобы увеличить этот размер. Например, архив, который вы хотите загрузить, весит больше 2 мегабайт. То есть это может быть какое-то расширение, интернет-магазин и так далее. Тогда вы сможете сделать обходным путем, перейти на установку из каталога. Вам нужно будет пройти на хостинг, и вот по данному пути расположить данный архив. И установить вы сможете как бы вот с этого пути. То есть это аналогичная установка, что мы сейчас произвели, просто немножко другой вариант установки. Но принцип один и тот же. Тоже не совсем удобный вариант, потому что нам нужно в эту папку TMP на хостинге поместить данное расширение. Я перехожу в cPanel, перехожу в менеджер файлов своего хостинга, перехожу в свой домен. Вот эта папка в корне моего сайта TMP. Открываю эту папку, и плагин мне нужно загрузить сюда. Архив также перетаскиваю на хостинг. Обновляю эту страницу, чтобы увидеть данный архив. Здесь данный архив нам нужно будет распаковать. Выделяю, то есть кликаю мышкой, нажимаю здесь извлечь. Путь здесь указан обычно правильный, куда распаковываем. И нажимаю вот на эту кнопку. Итак, архив распаковался. Вот данный архив. Точнее данная папка. Если я зайду, здесь будут все файлы данного плагина. Теперь смотрите. Два раза кликаю просто, чтобы от руки не писать. Название мне нужно. Копий. Название данной папки. То есть нам нужно сейчас обратиться к этой папке через Joomla панель. То есть вот на этой странице давайте я обновлюсь. То есть вот я перехожу установить из каталога к данному пути. Я после папки TMP ставлю такую же косую черту. Продолжаю. И название папки вот так. То есть установить из папки. И нажимаем проверить и установить. И все то же самое вы видите произошло. Установка пакета успешно завершена. То есть абсолютно все то же самое действие, что и это. Только другой вариант. Не совсем удобный. Потому что вот сколько приходится делать действий. И потом вам надо будет пройти в эту папку TMP. Чтобы она не засорялась. Отсюда, отсюда. Из папки TMP. И архив, и папку. Выделяете. И обязательно удаляете. Потому что установка была произведена в другую папку. В другую директорию. Здесь у Joomla есть своя папка plugins. Куда плагин этот установился. То есть папка TMP это временная папка. Здесь мы с вами ничего больше не храним. То есть у вас тут будет индекс файл HTML. Как у меня. Так его тут и оставляем. Следующий вариант. Установить по URL. Самый удобный и самый короткий способ. Самый простой. Но не всегда будет возможность установить через URL. Как раз таки. Вот это яркий пример. Как получается это делать. Во-первых нет регистрации, авторизации. То что может помешать. Во-вторых что. Сам плагин залит. Не куда-то в какой-то обменник. А именно на сервере у разработчика. Потому что если я по этой кнопке download. Нажму правой кнопкой мыши. И выберу копировать адрес ссылки. Если мы посмотрим на этот адрес. Идет адрес сайта. Потом у него внутренняя папка download. И в папке download лежит zip архив. Вот в таком варианте. В таком случае я могу установить данный плагин по ссылке. Чем удобно. То что я просто скопировал ссылку. Минуя скачивание плагина на компьютер. Сразу по ссылке могу установить к себе на сайт. Но как я уже сказал. Не всегда этот способ подойдет. Не все дают такую возможность ссылку. Вот так скачать по ссылке. Тогда придется. Либо скачивать. Искать плагин. Через Jet. Достаточно удобный вариант. Если регистрация не требует. Отсюда тоже удобно. Наверное самый быстрый способ. Мы его в прошлом видео рассматривали. Или придется скачивать на компьютер. И вот так вот загружать. Пробуем. Смотрите. Давайте я обновлю сайт. Установить по URL. Вы видели. Я скопировал ссылку. Кликнул просто по кнопке. И скопировал ссылку. Я просто проставляю здесь данную ссылку. И нажимаю проверить и установить. То есть прямо с сайта разработчика по ссылке напрямую я устанавливаю плагин. Вы видите плагин установился успешно. На этом мы с вами разобрали все вкладки и установки файла пакета. Практически все расширения устанавливаются так же. Но у нас есть еще шаблоны, о которых мы дойдем позже. Именно внешний вид, шаблон сайта. Там есть специфика, о которой нужно поговорить по поводу установки. Принцип похожий, как установка расширения. Но только есть специфика, которую нужно рассказать в следующих видео. Теперь. Если вы плагин установили. В этом видео все-таки давайте несколько слов. Вот вы плагин установили. Любой другой плагин, даже если вы будете использовать. Теперь что делать дальше? Вы переходите в систему. Вам нужно этот плагин настроить. Его нужно найти. Либо панель управления. Давайте кликнем. Видим вот здесь плагины. Кликаем по плагину. Его вам еще нужно найти. Вот здесь вот. Либо по названию вы ищите через поиск. Либо можете кликнуть по ID. Кликнуть еще раз, чтобы отсортировать. То есть получается все новые установки будут вверху показаны. Когда я кликнул по ID два раза. Вот этот плагин вы видите просто по названию cookie. Он выключен, вы видите. Вы можете зайти внутрь и настроить его. Во-первых, вы его включите и произведете настройки. Обычно находятся у плагинов все на вкладке плагин. Дальше есть всякие вкладки с информацией. Но бывает, что плагин мощный и делятся настройки на разные вкладки. Мы его с вами настраивать не будем. Скажу лишь, что вам придется вникать. Потому что многие плагины вы видите на английском языке. Если он не шибко популярный и русский не поддерживает, то русского нет языка. Вам придется вникать в английский язык и настраивать все, что здесь есть. Чтобы понимать, как он работает. Либо где-то сторонне найти русскую локализацию для этого плагина. Если кто-то перевел данный плагин. Но если этот плагин не особо популярный, то скорее всего на английском языке он будет. То есть вот по сути настройки плагина. Вы его настроили и он будет выполнять свою функцию. То есть вы его скачали зачем-то. Вы узнали сначала, что он решает, какие задачи он для сайта решает. А именно отображение куки информации, что вы там собираете персональные данные. То есть этот плагин чем хороший, полезен по закону. Каждый сайт должен иметь этот плагин и показывать людям, что вы собираете данные куки. То есть в куках браузеров сохраняются данные авторизации, например, на сайте. Что вы не передадите их третьим лицам и так далее. Вот эти правила куки. Получается, этот плагин нужен всем сайтам. Но сейчас видео не об этом плагине, а именно видео о том, как установить файл пакета по сути. То есть плагин это и есть файл пакета. Дальше. Вдруг в каких-то обстоятельствах вы решили, что все-таки плагин вам не подходит и вы хотите от него избавиться. Не копите плагины в выключенном состоянии на сайте. То есть он вам не понадобился, вы его вот так выключили и все. Он у вас как бы не работает на сайте. Но на сайте находится. Если вы твердо решили, что вы его не используете, плагин нужно удалить. Отсюда мы не можем его удалить. Включить, отключить, разблокировать. Как удалять плагины вообще расширения? Вы переходите в систему. Находите блок управления. Вот здесь он находится. Расширение. Здесь кликаем по этой кнопке. Нужно отсортировать, чтобы быстро найти. У нас это плагин, поэтому выбираем плагин. Состояние отключено. И также по идентификатору вот здесь я кликну два раза, чтобы сразу найти плагин. Вот он. Вот вы видите название. Вот он. Выбираем его. И вот здесь вот уже есть кнопка удалить. Вот не совсем удобно. Я тоже думаю, что много действий. Все-таки это все у нас перекочевалось с третьей версии Joomla. Все-таки надо прямо удалить кнопку, чтобы была сразу, если я в плагинах нахожусь, этот плагин я настраиваю, и сразу была кнопка удалить. Может быть как-то можно, но не знаю. Удаляем всегда отсюда. Все, выделяем, удалить. Подтверждаем действие. Окей. Вот теперь плагин удален с Joomla. Есть небольшая специфика, о которой я хочу сказать. Если вы ставите какое-то мощное расширение, например, компонент, а потом захотите его удалить, на борту компонента может быть включено как модули, так и плагины, так и шаблоны, и вот такие вот моменты. И когда вы потом все-таки будете удалять этот компонент вдруг, то помните, вы можете удалить его частично. Компонент удалили, а плагины и модули от него остались. И так и будут на сайте висеть. Нельзя так оставлять. Вы же должны точно понимать с компонентом, какие были установлены изначально плагины и модули. И все это вот так вот вычищать надо будет. И компонент, и прилегающие к нему плагины и модули. Вот есть такой некий нюанс, о котором тоже я хотел вам рассказать. На этом видео я заканчиваю. И увидимся с вами в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok